Все скоротечно, все быстро, и самое общение наше такое. Ведь нам, когда мы встречаемся, некогда поговорить. Мы встречаемся, хоть воспитанность нам мешает поглядывать на время, а вот, ну, а куда деться, да? Ты уж извини, мне уж бежать пора. Да, действительно, некогда. Времени больше не будет, клятва ангельская, а отнимется время покаяния. Ну, мы же все привыкли откладывать, да? Ленца-то никого из нас стороной не обошла, в том числе и духовная. Ну, потом-то покаемся, а времени может больше не быть. И мне доводилось такое видеть. Видеть пожилых людей, которые, кстати, ну, правда, уже ничем не были обременены в смысле дел. Они уже лежат на адре. Никто от них ничего не требует. Все поднесут, все унесут. А покаяться не могут. У меня был такой поразительный случай, сильно запомнился. К женщине пришел. Когда-нибудь исповедовалось? Нет, никогда. Он хочет покаяться. Молчит. Говорит практически уже не может, но все-таки какие-то слова еще говорит. Наконец, я говорю, скажи, Господи помилуй. Она, не могу. Скажите, чем не могу произнести легче, чем Господи помилуй? Я еще раз, ну, скажи, Господи помилуй. Она опять, не могу. Ну, не могу сказать, ты можешь? Ну, скажи, Господи помилуй, Господи помилуй. Она опять, не могу. Я ушел, не прочитав разрешительные молитвы. Она скончалась то ли в тот же, то ли сразу после этого, кажется, в тот же день. Времени ей для покаяния уже больше не было. Казалось бы, по часам-то есть, а нет. Отнято время. Поэтому, как часто, мы должны ценить. Когда мы должны сказать слово, когда мы должны сделать добрый поступок, а мы чего-то тянем, что-то куда-то откладываем, а потом времени больше не будет. Поэтому спешите делать добро. И надо спешить сделать, потому что завтра времени больше не будет. И, наконец, эти слова ангела, богословы всегда относили. И к прямому значению времени больше не будет. То есть, действительно, часы встанут. И как мы с вами уже мысленно забрались на фотон, на световую волну, и оказывается, что там время остановилось, да? По формуле Эйнштейна, время там не идет. Если бы этот наш близнец не на корабль космический сел, а сел бы на этот луч света, то вернулся бы он вот в тот самый миг, когда улетел, хотя облетел неведомое пространство. Где свет, там времени больше нет. Что такое вечность? Вечность некоторые достаточно занудно и заунывно представляют себе как бесконечную длительность. А вечность – это вовсе не бесконечная длительность. Бесконечная длительность, даже бесконечная, это все-таки хронос, это все-таки время. А что есть вечность? Еврейское слово, библейское, Олам. Олам переводится «вечность», и этим же словом обозначается «мир», «вселенная», «космос». То есть это нечто реальное, нечто сущностное и к хроносу не имеющее вообще никакого отношения. Удивительно, вроде греки с евреями много-то не сообщались и не договаривались, как им разговаривать. В греческом, как и в ряде других случаях, прямые аналоги. «Эон» – время по-гречески. «Эон» означает, с одной стороны, век, жизнь, вечность. Есть даже оттенок постоянства. А с другой стороны, это тоже мир, космос, свет. В греческой философии «эоны» – это были сущностные божественные инстанции. Вот читалось, от божества проистекают «эоны». Гностики, они говорили, что Христос – это есть ближайший, из Бога истекающий «эон». А человек обычный – это вот самые дальние «эоны». то есть «эоны», его не на часах искали, а это некая сущность. Это некая сущность, в которой времени как раз уже нет, где нет последовательности событий. Потому что время – это последовательность событий. Бог в Библии называется «эль-Олам», то есть «Бог вечный». Бог вечный. И прикасаясь к Богу, мы прикасаемся вовсе не к бесконечно долгоживущему. Хотя такие слова в Писании тоже есть. Сказано «Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же, который был и есть и грядет». Здесь мы видим присутствие Бога во времени. Это, кстати, не вечность. Это именно присутствие Бога во времени. Как вот мы сейчас присутствуем в этом зале. А Бог присутствует во времени. Причем в каждый момент этого времени. В Хроносе не было никогда ни одной секунды, где бы ни было Бога. Но не это вечность. Вечность – это когда времени больше не будет. Когда выходим за пределы вечности. И Бог – Он вечный. Опять же, в книге «Экклезиаста», в той же третьей главе, Премудрый говорит так. «Все соделал Бог прекрасным в свое время». То есть все украсил. Любит Бог украшать. Однажды я был в зоопарке. Еще в Москве это было. И меня водили люди. И там была такая птица какая-то, диковинная, тропическая. Но такие пестрые. Все эти... Ее перья, оперения и все. Интересно, женщина стоит и говорит, «Причуды Творца» – это не эволюция. То есть ни естественный отбор, ни разумное развитие, эволюционное развитие никогда бы к этому не привело. Это не нужно. Ну вот как знаете, особенно у женщин, ведь много ненужного, правда? Ну зачем это вам надо? А это ваши причуды. Это ваше украшение. И вот Творец он тоже занимается иногда такими причудами. Вот взял да такую птицу придумал. Ну и ну. Вот что и скажешь. То есть Павлина тут он тоже вспоминает. Да вот оно что. Если бы там немножко меньше этих всех раскрасок было, чтоб он там мини-живучим что ли был, естественно и отбор бы не прошел по конкурсу. Да все бы прошел. А это так, причуды Творца. И вот это и есть Господь. Он иногда украшает нас удивительным образом. Кстати, и в духовном смысле тоже. Он иногда нам дает такие духовные качества. Вот жития святых читаешь и тоже буквально уже головой мажешь. Ну и ну. Ну а это вроде бы для спасения-то как бы и зачем. А вот так. Ну вот что такое там? Ну 46 лет на столбе стоять, а? А по-другому на небо никак не попасть что ли? Ну вот тоже какие-то причуды Творца. Вот надо же было Семену 46 лет на столбе простоять. Это тоже вот что-то такое. Так вот Бог все сделал прекрасно в свое время. А потом что сделал? И вложил в русский перевод мир. Он не передает полноту, глубину этого слова. Олам или элон греческий. В сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает. То есть Господь, во-первых, украсил нас, разукрасил даже немножко своей красотой, своей любовью. И вложил в наше сердце Олам. Вложил в вечность. И он. И от этого мы с вами отвертеться не можем. Субтитры сделал DimaTorzok